Приветствую всех зрителей канала Техноарена! Одними из главных критериев при выборе нового смартфона для многих покупателей являются продолжительность работы без подзарядки и качество фотографий. Поэтому я решил составить топ-7 лучших смартфонов с хорошими камерами и аккумуляторами. В описании под роликом вы найдете ссылки на различные сервисы, где самостоятельно сможете сравнить стоимость этих смартфонов, а я тем временем расскажу об их камерах, аккумуляторах и других достоинствах. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, что подписавшись на канал Техноарена, вы всегда будете в курсе того, какие смартфоны являются лучшими на рынке и где их можно приобрести по выгодным ценам. Ну а если вам понравится этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк, также не стесняйтесь писать комментарии, ведь мне важно ваше мнение. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начинаю топ-7 лучших смартфонов с хорошими камерами и долгим временем автономной работы. Первый герой нашего топа – Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Благодаря аккумулятору емкостью 5020 мАч, такой смартфон сможет функционировать без подзарядки в полтора-два дня даже при активном использовании. А благодаря поддержке быстрой зарядки, восполнить заряд батареи можно будет в кратчайший срок. Что касается съемки, то смартфон хоть и не дотягивает до флагманского уровня, но на его 64-мегапиксельную основную камеру можно без проблем делать красивые и детализированные фотографии. Поддерживается множество режимов съемки, включая профессиональный, ночной и портретный, а также видеосъемка в разрешении 4К. Остальные модули на тыльной стороне смартфона обеспечивают хорошее качество снимков в различных сценариях съемки, а 16-мегапиксельная фронтальная камера позволяет делать красивые селфи, которые будет не стыдно опубликовать в соцсетях. Из других достоинств этого смартфона стоит отметить большой яркий экран, 6 гигабайт оперативной памяти и процессор Snapdragon 720G, который позволит владельцам этого смартфона комфортно играть во многие современные хиты как на средних, так и на высоких настройках. В общем, Xiaomi Redmi Note 9 Pro – это хорошо сбалансированный смартфон, обладающий высокой производительностью, долгим временем автономной работы и отличными камерами для устройств среднего ценового сегмента. Еще один смартфон от Xiaomi с хорошими камерами и емким аккумулятором – Poco X3. Он может похвастаться быстрой работой, экраном с частотой обновления в 120 Гц и квадрокамерой с 64-мегапиксельным основным модулем. Дневные снимки на него получаются отличного качества, яркие и детализированные. Ночью качество снимков немного падает, но исправить ситуацию помогает ночной режим. Что касается остальных фотомодулей на тыльной стороне, то они тут стоят не для галочки и помогают при панорамной и портретной съемках, а также в ситуациях, когда нужно сделать фото объекта с близкого расстояния. А 20-мегапиксельная фронтальная камера при поддержке искусственного интеллекта позволит делать селфи отличного качества, не требующие постобработки. В плане автономности Poco X3 тоже не разочарует. Аккумулятор емкостью на 5160 мАч обеспечит целый день активного использования без подзарядки при работе экрана в режиме 120 Гц или 2 дня при работе в режиме 60 Гц. Сердцем этого смартфона является процессор Snapdragon 732G, который обеспечивает комфортную игру без перегрева и просадки FPS даже на высоких настройках в самых популярных сейчас 3D-играх. В общем, если вы хотите себе недорогой смартфон с хорошим набором камер, шустрым процессором, долгим временем автономной работы и повышенной частотой обновления экрана, то стоит обратить внимание на Xiaomi Poco X3. Продолжает наш топ Realme 7 Pro. При емкости аккумуляторов 4500 мАч этот смартфон может спокойно работать на протяжении целого дня без подзарядки даже с постоянно включенными GPS, Bluetooth и Wi-Fi, а также при активном вебсерфинге и играх. А благодаря поддержке быстрой зарядки на 65 Вт, время на полный заряд такого смартфона составляет всего полчаса. Для основной камеры в смартфоне задействован 64-мегапиксельный модуль Sony IMX682. Разработчики прокачали его светочувствительность и улучшили цветопередачу. Также в смартфоне есть ультраширокоугольный модуль на 8 мегапикселей и два вспомогательных объектива, обеспечивающих макро- и черно-белую съемку. А для любителей селфи в Realme 7 Pro предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Снимки на смартфон получаются с хорошей детализацией и насыщенными цветами. В приложении камеры есть куча настроек и режимов, включая ночной, благодаря которому особенно хорошо получаются снимки звездного неба. Что касается производительности, то интерфейсы приложений в этом смартфоне работают быстро, благодаря большому объему оперативки и процессору Snapdragon 720G. Да и с любыми играми аппарат легко справляется на средних настройках графики. Все это делает Realme 7 Pro одним из лучших смартфонов в своем ценовом сегменте. Напомню, что сравнить стоимость всех смартфонов, попавших в этот топ, вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые я оставлю в описании под роликом. Samsung Galaxy M51 может похвастаться аккумулятором емкостью аж на 7000 мАч, поэтому такой смартфон может спокойно обходиться без подзарядки на протяжении двух дней. Да и времени на восполнение заряда такой батареи уйдет немного благодаря поддержке быстрой зарядки. Что касается камер, то Galaxy M51 может похвастаться 64-мегапиксельным основным модулем и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, которая делает отличные кадры с высокой детализацией. Еще в смартфоне есть 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом обзора в 123 градуса и парочка 5-мегапиксельных сенсоров для съемки с близкого расстояния и портретов. Качество фотографии у Galaxy M51 отличное даже при плохом освещении. Также этот смартфон примечателен процессором Snapdragon 730G, который в сочетании с 6 гигабайтами оперативной памяти обеспечивает быструю работу интерфейса и запуск требовательных игр на высоких настройках. А еще у этого смартфона экран диагональю 6,7 дюйма с матрицей Super AMOLED+, на котором удобно читать, смотреть видео и играть. В общем, если вам нужен быстрый смартфон с хорошими камерами, большим экраном и огромной емкостью аккумулятора, то стоит обратить внимание на эту модель. Продолжает наш ТОП Xiaomi Mi Note 10 Lite. Данный аппарат имеет достойный набор камер с главным 64-мегапиксельным модулем и 16-мегапиксельной фронталкой, обеспечивающими снимки хорошего качества на сверх-высоком разрешении, даже в условиях недостаточного освещения. А еще на него можно снимать видео со стабилизацией и воспользоваться функцией видеоблоги, которая делает короткие ролики, с красивыми фильтрами и анимацией. Процессором для данного смартфона выбран восьмиядерный Snapdragon 730G, который обеспечивает плавную работу системы и хорошо справляется с современными играми. Но что самое замечательное в этом смартфоне, так это емкость аккумулятора в 5260 мАч, поэтому можно не переживать, что батарея сядет в течение дня. Кроме того, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки и имеет большой AMOLED-экран диагональю 6,47 дюйма. Продолжает наш ТОП Vivo X50. Что касается камер, то в этом смартфоне используется 48-мегапиксельная основная, 32-мегапиксельная фронтальная камеры, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль макрокамера и 13-мегапиксельный портретник. Так что качество снимков Vivo X50 при таком наборе камера отличное. В нем есть куча режимов, которые помогут сделать идеальные снимки даже в сложных условиях, а благодаря оптической стабилизации можно будет снимать плавные видеоролики. Ну а что касается времени автономной работы, то благодаря аккумулятору емкостью 4200 мАч и поддержке быстрой зарядки, можно не беспокоиться, что в течение дня батарея смартфона сядет. В плане быстродействия такой смартфон тоже не разочарует. Благодаря процессору Snapdragon 730 и 8 гигабайтам оперативной памяти, этот смартфон демонстрирует отличное быстродействие в режиме многозадачности и позволит своему владельцу комфортно играть во все современные игры. А учитывая еще и то, что экран Vivo X50 имеет частоту обновления 90 Гц, анимация происходящего на экране будет очень плавной и будет радовать глаз. Владельцы отзываются об этом смартфоне крайне положительно, так что я могу смело рекомендовать вам его. Завершает наш ТОП представитель компании Apple iPhone 12. Основная камера этого смартфона двойная. Она состоит из широкоугольного и сверхширокоугольного модулей по 12 мегапикселей каждой. По сравнению с предшественником, съемка на iPhone 12 стала лучше благодаря мощному процессору Bionic A14. Аппарат отлично снимает как днем, так и в условиях недостаточной освещенности. Ночной режим смартфона анализирует окружающую обстановку и автоматически включается при недостатке света. Поэтому снимки всегда получаются четкими, а цвета реалистичными. А технология Deep Fusion анализирует снимки с различной экспозиции, сделанные при среднем и слабом освещении, и на их основе создает фото с максимальной детализацией. Также в iPhone 12 имеется режим Smart HDR 3, который позволяет достоверно передать фактуру предметов и тон кожи, сохранить насыщенные цвета и выделить нужные детали. Что касается фронтальной камеры в смартфона, то она тоже имеет разрешение 12 мегапикселей, и селфи-снимки на нее получаются превосходного качества. Что касается аккумулятора, то его емкость пока что не раскрывается, но, как заверяет производитель, ее будет достаточно для того, чтобы смартфон мог работать до 17 часов в режиме просмотра видео. А благодаря поддержке быстрой зарядки можно будет восстановить заряд батареи до 50% всего за полчаса. Из других достоинств этого смартфона стоит, конечно же, отметить его яркий OLED-экран и высокую производительность, которую обеспечивают мощный процессор и оптимизированная оболочка iOperating System. Это был ТОП-7 лучших смартфонов, обладающих хорошими камерами и долгим временем автономной работы. Ставьте лайк, если вам понравилось видео и напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе. Напомню, что сравнить их стоимость вы можете на сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. На этом у меня все, друзья. Я с вами прощаюсь до следующего видео и, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена.